Сроки подачи апелляционной жалобы. Отправлять заявление следует по почте, через личный кабинет сервиса ФНС или отнести лично в ИНФНС, где проводилась проверка и выявила неудовлетворительный результат. В налоговой сами перешлют заявление в вышестоящую инстанцию в течение трех дней. При условии, что жалобу сразу отправляют в подмосковной или московской УФНС, скорее всего, дело оставят без внимания заявителя без ответа. В 2017 году около 70% обратившихся одержали победу. В стенах арбитражного суда Москвы над налоговиками рассмотрят апелляцию в том, в случае, если соблюдается срок действия со дня вручения решения до его вступления в силу, то есть обжалование должно быть поданно в течение того месяца, когда пришел результат с момента уведомления о решении от налоговиков. Датой предоставления жалобы считается день ее почтовой отправки или подтверждение из УФНС о принятии. Письмо лучше отправлять с заказной почтой с уведомлением, которое после можно предоставить суде. Важно! Если вы пропустили срок подачи заявления, рассматриваться оно не будет. Но при наличии уважительной причины можно ходатайствовать о восстановлении срока перед вышестоящим налоговым органом. Что необходимо знать о заполнении бланка при оформлении нужно указать, к кому и куда отправляете бланк, а именно Ф. И.О. Должность налогового органа и наименование организации. В самом бланке требуется написать Ф. И.О. Заявителя ИНН, если подает не физическое лицо, а компания, действия, бездействия и должностного лица, который обжалуется, его Ф. И.О. Апелляционная жалоба в налоговую инспекцию образец. Обратите внимание. Неплохо было бы дополнить заявление ссылками на судебные и нормативно-правовые акты, доказывающие правоту. К жалобе ФНС при оформлении необходимо по шаблону прилагать разу доказательные документы, в которых указаны обстоятельства ситуации. Акты, протоколы, договора, документы, удостоверяющие полномочия лица, подписавшего жалобу, если это не сам заявляющий указание. Всех рассчитанных сумм, которые хочет вернуть налогоплательщик, налоговый вычет, штрафы пенитэ. Д. При получении копии жалобы из управления следует обращать внимание на наличие подписи руководителя. Если подписывает заместитель руководителя, то для удостоверения должностной личности достаточно прикрепленного оригинала доверенности. Важно! При составлении как можно подробнее надо выразить свои возражения, описав, какие статьи нарушил инспектор по НКРФ. Лучше распечатать две копии экземпляра бланка, ведь если здесь налоговиками не будет соблюдено время обработки жалобы месяца. Дня подачи, то можно не дожидаться ответа из УФНС и немежкой обращаться в суд. Но понадобится изложить доказательства о подаче заявления в срок после неудовлетворительного решения инспекции. Подойдет все квитанция, опись с почты или копия жалобы со штампом налогового в органы о ее утверждении. Апелляционная жалоба на решение налогового в органы образец должен соответствовать шаблону, содержать минимальное количество воды, но всегда надо помнить об истинной цели, зачем был начат процесс. И надо помнить, что не только налогоплательщик ответственен перед нормами закона, но и чиновники, его применяющие в повседневной работе. Точка.